Всем привет! Вы смотрите студенческие новости Академии Матусовского. С вами Никита Долгопятов. Минувшая неделя в Академии отмечена двумя фестивалями. Как проходили и чему были посвящены, расскажем в нашем сюжете. Итак, в Академии уже в пятый раз прошел открытый молодежный театральный фестиваль «Артист». И несмотря на все сложности сегодняшнего времени, он собрал немало прекрасных спектаклей. И членом жюри, в состав которого ходили не только луганские театральные деятели, но и россияне, было непросто определить лучших. Два насыщенных фестивальных дня, очные просмотры конкурсных спектаклей на двух сценах Академии Матусовского, а также на малой сцене Луганского, Академического, Украинского, Музыкально-драматического театра на Оборонной. Онлайн просмотры спектаклей заочных участников конкурса, мастер-классы от ведущих педагогов Академии и самое ценное – возможность непосредственного общения артистов с публикой и друг с другом. Главная цель нашего фестиваля – это популяризация театрального искусства в молодежной среде. Это в первую очередь. Конечно же, вторая наша задача – это обмен опытом среди профессиональных театральных школ, среди любительских театральных коллективов, учреждений культуры и дополнительного образования. Открывая фестиваль, ректор Академии Матусовского Валерий Филиппов подчеркнул. В фестивале приняли участие три десятка профессиональных и любительских творческих коллективов из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Я всегда улыбаюсь. Я всегда улыбаюсь. Я всегда улыбаюсь. Работы участников оценивало жюри, в состав которого входили преподаватели Академии Матусовского и педагоги из других российских вузов. Народная артистка ЛНР, профессор кафедры театрального искусства Вера Евдокимова, она же член жюри, рассказала, как сложно было определять лучших, ведь каждый коллектив по-своему интересен и неповторим. В общем-то мы понимаем, что есть работы хорошие, но хочется по-любому подходить объективно. Не хочется как бы никого и обидеть, и вместе с тем не хочется не заметить какие-то. Вот такая сложность. И всегда в жюри трудно. В этом году фестиваль проводился в двух формах – очной и заочной. В каждой форме были две категории и множество номинаций. Новые, прекрасные спектакли, действия, удерживающие зал в постоянном напряжении, военная и шахтерская тематика постановок – все было нацелено на одно – стремление участников к победе на фестивале. Одна из участниц рассказала, что самое важное для стоящего на сцене на пути к успеху. Наверное, это как и всегда, это поддержка зала, это то, что мы чувствуем реакцию зала, и нас это мотивирует, это для нас всегда самое главное во время спектаклей. Всегда. Еще одной интересной и познавательной составляющей фестиваля стали мастер-классы по сценическому движению и сценической речи, которые провели ведущие преподаватели Академии Матусовского. Гран-при пятого открытого молодежного театрального фестиваля «Артист» присужден спектаклю «Им покоряется земля». Его постановкой занималась народная театральная студия «Синяя птица» Суходольского дворца культуры имени Олега Кашевого. Суходольск – шахтерский город. 90% его жителей – горняки, угольщики и забойщики. Спектакль был создан в память о трагедии к 30-летию большой аварии на шахте Суходольская. Автором и режиссером-постановщиком стал Богдан Шишкин. Этот спектакль создавался по рассказам ветеранов и людей, которые работают в шахте. Действительно, была такая шахта, первая Суходольская. Действительно, был такой человек, товарищ Ефимов, который побил мировой рекорд по добыче угля. Пятый молодежный театральный фестиваль «Артист» завершился. Мы поздравляем победителей в номинациях и обладателя гран-при. Желаем участникам творческих высот и большого вдохновения. Почаще радуйте нас своими работами на сцене. А вот открытый конкурс академического рисунка «Серебряный штрих» проходил в Академии Матусовского уже в 17-й раз. В Академии Матусовского прошел ежегодный конкурс академического рисунка «Серебряный штрих». В нем приняли участие 130 молодых художников из ЛНР, ДНР и России, как очно, так и в онлайн-формате. Академический рисунок – это основа для вашего творческого развития, потому что без рисунка ни дизайнер, ни живописец не сможет существовать и развиваться. После торжественного открытия участники, которые смогли лично прибыть на конкурс, разошлись по мастерским и приступили к работе. В пяти студиях юные творцы работали с натюрмортом, в одной – с портретом и еще в одной – с фигурой. На выполнение конкурсных работ было отведено пять часов. За это короткое время нужно было выполнить свою работу на должном художественном уровне. Говоря о главной цели проведения «Серебряного штриха», его организаторы отметили поддержку профессионального интереса к искусству, выявление талантов среди студентов и учащейся молодежи. А декан факультета изобразительного искусства Наталья Феденко подчеркнула, что растущее число участников конкурса «Серебряный штрих», который в этом году проводится в 17 раз, показывает, что творческое образование сейчас очень востребовано среди молодежи. Общее количество участников – 70 человек очно и 52 человека за очное дистанционное участие. География участников обширна в этом году. Наталья Николаевна рассказала, что в этом году лауреаты конкурса получат не только дипломы, но и награды за призовые места в каждой из номинаций. Призовые статуэтки выполнили на кафедре станковой живописи факультета. А по эскизам студента колледжа Академии Михаила Малова были сделаны поощрительные призы – магниты и значки с эмблемой конкурса. Председателем жюри конкурса в этом году стал заслуженный художник России Кулемин Александр. По известным причинам оценивать работы конкурсантов ему пришлось дистанционно, но это нисколько не помешало работе. Среди тех, кто присутствовал на конкурсе лично, победителями стали Ева Маркина, Алена Лысенко и Александр Ганот. Все из Луганской Народной Республики. Среди заочников были дончане и россияне. Заслуженные награды победителям конкурса вручила декан факультета изобразительного искусства Лугаки Наталья Фиденко. Ну а те, кто в этом году остался без наград, говорят о том, что участие в конкурсе стало для них своеобразной школой и дало возможность по-новому посмотреть на свое творчество. Я сюда пришла, чтобы проверить свои силы, способности, подчеркнуть что-то новое у других, посмотреть, как другие справляются, знать, на каком я уровне, научиться еще лучше справляться с рисунком. Мне очень нравятся вообще конкурсы творческие, и для меня это такой челлендж своеобразный, мне нравится пробовать что-то новое, и как раз-таки в короткие сроки здесь можно проверить свои силы. Параллельно с конкурсами и фестивалями в Академии проходили Дни науки, впервые в формате сессии научных мероприятий. Открывались Дни науки матусовскими чтениями, что глубоко символично для нашего вуза, который носит имя этого выдающегося поэта. Торжественному событию торжественное открытие. Дни науки 2021, несмотря на все преграды, стартовали с 14-х по счету матусовских чтений. Именно с этого события начался целый ряд мероприятий, посвященных науке, культуре, творчеству. Мне очень бы хотелось, чтобы сегодняшняя конференция тоже была проникнута духом этого творчества, духом глубины. Одна из миссий Академии создавать площадки для самореализации творческих людей. И вот как раз сегодняшнее матусовское чтение, надеюсь, станет такой площадкой, которая будет проникнута оригинальными идеями, плодотворным сотрудничеством и станет еще одним поводом подружиться, несмотря на ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся. В этом году мало что обходится без новаторства. Ни науки, ни исключения. Теперь этот праздник просвещения будет проходить в стенах нашего вуза в формате сессии. Мы всегда шли в ногу со временем и продолжаем идти и творить по этому принципу. Наша Академия, так же как и наша Республика, движется на пути интеграции в Российскую Федерацию. И мы изучали опыт различных вузов, партнеров из России, которые применяют такой сессионный формат. Я считаю, что это достойный пример для того, чтобы его реализовать в стенах нашей Академии. Свои мастер-классы и лекции на увлекательной и полезной темы провели для всех желающих ведущие преподаватели Академии. В рамках сессии научных мероприятий состоялся круглый стол, посвященный истории культуры Луганщины. Конференция. Не обошлось без выставки научных достижений наших преподавателей. Две монографии Якимчук и Куркина о театрах, театрах оперы и балеты, украинском музыкально-драматическом театре. Собственно, больше таких работы нет, и поэтому это вызвало такой неподдельный интерес изучить, рассмотреть. Последние пять лет научная работа в вузе заметно активизировалась. Количество опубликованных преподавателями статей выросло втрое, а студенческих работ более чем в 10 раз. За последние два года 10 преподавателей Академии защитили диссертации. Дальше больше. Никита Долгопятов, Эльвир Аткач. Студенческие новости Академии Матусовского. Студенты-искусствоведы представили самостоятельно подготовленную выставку «Родники моей души». Именно под таким названием объединены работы луганского художника Александра Котелевского. Творческая деятельность студентов Академии Матусовского не ограничивается пределами вуза. Как, например, у студентов-магистрантов факультета теории и истории искусств. В Луганском историко-техническом музее Инна Корничук и Лариса Хайло организовали персональную выставку творческих работ под названием «Родники моей души». Автор картин – художник Александр Иванович Котелевский, который всю свою творческую жизнь посвятил воспеванию родного края. Судьба меня совершенно случайно свела с художником Александром Ивановичем Котелевским. И когда я увидела его работы, я была просто потрясена его работами, его мощью этих картин, философией. И, собственно говоря, это и сподвигло к этой идее сделать этот проект, эту выставку, посвященную творчеству Александра Ивановича Котелевского. Выставка состоит из двух частей. В первой представлены работы, созданные Александром Ивановичем за десятилетия. А вторая – это картины, написанные под впечатлением тревожных событий 2014 года. Также невозможно не заметить, что все полотна художника наполнены глубоким философским смыслом и безграничной любовью к родине. Когда пишешь такие работы, вспоминаешь своего прадеда, деда, отца, тех ребят, молодых солдат, которые отдали жизни, чтобы мы жили на этой земле. Чтобы не прожигали время зря. Но не всегда так получается. Гостями выставки стали жители города, почитающие творчество Александра Ивановича, а также студенты и преподаватели Академии Матусовского. Ректор Академии Валерий Филиппов тоже посетил выставку и выразил слова благодарности всем, кто поспособствовал ее организации. Своими впечатлениями также поделилась Ирина Цой, первый проректор Академии, и Наталья Фиденко, декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Очень хорошо, что именно Академия Матусовского и искусствоведы, студенты и искусствоведы открыли заново и открывают заново художников, которых мы, к сожалению, не знаем. Наталья Фиденко, являясь председателем Ассоциации искусствоведов Донбасса, вручила удостоверение члена этой организации куратору выставки Инне Корнечук. Выставка продлится до 20 мая, а посетить ее можно по адресу Пушкина 8 в Луганском историко-техническом музее с 9.30 до 16.30. Хочу добавить, что студенты и искусствоведы в рамках работы культурного центра Эстет сейчас разрабатывают экскурсионные маршруты, в ходе которых будут знакомить всех желающих с Луганском Матусовского, с тайнами и легендами столицы, его революционным и боевым прошлым и многим другим. И еще об одном событии, которое буквально потрясло музыкальный мир Луганска. На сцене творческого центра Академии Матусовского «Красная площадь 7» звучала Кармина Бурана, Карла Орфа, одно из самых сложных и спорных классических произведений 20 века. По задумке композитора, сценическое воплощение кантаты должно включать в себя не только оркестры, голоса хора и вокалистов, но и цветовые решения. Эта задумка в исполнении студентов и преподавателей Академии Матусовского была выполнена мощно и сверхизысканно. «О, Фортуна! Словно луна ты изменчива!» Такими строками начинается сборник песенек, произведения из которого послужили созданию сценической кантаты Кармина Бурана, Карла Морфа. И «Фортуна на нашей стороне» на сцене Академии Матусовского «Кармина Бурана». Великое произведение 20 века в исполнении симфонического оркестра и смешанного хора. Подготовка шла полным ходом длительное время. И, наконец, концерт был представлен публике. Для нас этот концерт сегодня немножко особенный. Во-первых, начнем с того, что коллектив не выступал порядка, ну, больше года. Вот, состав обновился, кардинально обновился. Сама программа сегодня была очень интересна, очень непроста, очень полезна для студентов. Все-таки познакомиться с творчеством Карла Морфа, я считаю, это очень полезно. Перевод полного названия с латинского звучит как «Песни Бойерна» – мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями. «Кармина Бурана» состоит из пролога и трех частей, каждая из которых содержит несколько отдельных музыкальных действий. Это произведение, пожалуй, исполняется в лучших театрах мира, на самых знаменитых площадках и самыми лучшими коллективами. Оно интересно тем, что оно, во-первых, многосоставное. Там в состав входит и смешанный хор, и большой симфонический оркестр, и хореографическая группа, и детские хоры входят. То есть оно интересно и для зрителя, и для слушателя. Изначально концерт собирались сдавать в сквере Матусовского. И если верить словам организаторов, планировалось грандиозное шоу. Однако из-за плохой погоды все пришлось перенести в концертный зал Академии. В силу размера сцены пришлось отказаться от хореографических групп и от театральной части. И все-таки все остались довольны концертом. Вы знаете, я от концерта просто в восторге. В восторге. Даже вот слов не подберешь, как это все красиво. Умницы, детки умницы, преподаватели замечательные. Ну просто все прекрасно. Получила полное удовлетворение. И, наверное, помолодела лет на десять. Было замечательное представление. Исполнение еще лучше. Произведение вообще здорово. Очень понравилось. Понравился дирижер, который было видно, что отдавался со всеми чувствами, со всеми эмоциями. Карл Орф восхитил весь мир своим произведением. А творческий центр «Красная площадь-7» восхищает зрителя и слушателя Академии Матусовского. Сергей Йовса, говоря о планах, обещал в ближайшем будущем порадовать и даже заинтриговать. Будем надеяться, что первоначальная идея исполнить Кармина Бурана на воздухе в сквере Матусовского осуществится. И луганчане будут иметь еще одну прекрасную возможность испытать потрясение исполнением этого великого произведения нашими студентами. Полную версию Кармина Бурана вы можете посмотреть на сайте студенческого интернет-телевидения Академии Матусовского в рубрике «Красная площадь-7». Это все новости на сегодня. Впереди у нас целая череда праздников, с которыми мы вас поздравляем. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова